добрый день рады приветствовать вас на канале ладно да складно сегодня я продолжаю делиться с вами своими наблюдениями впечатлениями от освоения машинной вышивки назвать опытом я это пока не могу поэтому считаю что для тех кто начинает только будут полезны вот на заметочку взять такие мои наблюдения как вышивать большой цветок розу маг я уже показывала почему я тренируюсь именно на маках потому что сделая работу видишь какие-то там недочеты даже не сказать что делая работу а участь обучаясь и в следующей уже работе стараешься их устранить и так машинка у нас длина стежка на ноль маленькая ручка выставлена на штопку или на вышивку и вот я хочу сказать что большие фрагменты мы вышиваем зигзаг пятерочка а которые маленькие достаточно троечки иногда где-то с краешку вот самого краешка лепесточка мы даже используем и двоечку сегодня я покажу как я вышиваю бутоны и стебельки цветочков и так я приступаю к работе кому интересно присоединяйтесь и так длину стежка мы установили на троечку и начинаем вышивать наш бутончик а 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 как раз мы сейчас и заменим вторую часть цветочка мы вышлем другим цветом заполним вот это небольшое пространство которое у нас осталось не заполнили и будем заполнять оставшуюся часть нашего цветочка бутылочка бутылочка переходим к следующему цветочку у нас еще тут недошитый вот 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 бутончик будет вот такой теперь приступаем к листикам оформляем сам бутон меняем ниточку сам бутон зеленого цвета который будем вышивать на четверочки вот эту работу я вышиваю нитками мулине и хочу сказать чем же отличается вышивка мулине от вышивки шелковыми нитками очень даже отличается нитки мулине они более такие ворсистые и машинку приходится чаще чистить потому что так называемые начеты образуются здесь довольно таки быстро шелковая нитка она более гладкая не такая ворсистая так переходим к следующему элементу фрагменту так вышлим его под под таким наклоном так что выбирайте чем вам вышивать так там так и как так 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 это так 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 вот так Девушка мне тут задает вопрос. Вот на старых машинках вышивать, я объясняю, как на старых, да? Она говорит, а на новой машинке можно вышивать на современной? Ну, а как же нельзя? Друзья, мне кажется, новые современные машинки, они как раз и приспособлены и для вышивки, и для стежки, и для чего хотите. Это просто у меня вот машинки такие, на них я и работаю. А почему же нельзя? Конечно, можно. Так, переходим к следующему бутону. У кого какая техника есть, на такой и пробуйте. Современные машинки позволяют же регулировать скорость шитья. И, конечно, этим надо пользоваться. Так, ниточка закончилась. Видите, как быстро нитки заканчиваются? Вот в зеленой ниточке нам даже на два бутончика не хватило. Но ее надо обязательно, как только она сошла с вот этого нити натяжителя, ее надо менять. Иначе она забьется в челноке. Продолжаем зашивать лепесток. Так, удалим вот эти ниточки. Здесь уже надо лучше придерживать ткань. Начинаем вышивать вторую часть лепестка. И затем вернемся вот здесь у нас чуть-чуть не хватило. Нет, не не хватило, здесь у нас ниточка порвалась. Тоже бывает. Здесь надо придерживать, потому что, когда уже плотно приходится шить, вот машинка может нитку рвать. Так, мы ее сюда уберем. Иногда ей там что-то не нравится, она может ниточку оборвать. Но ничего страшного. Так, теперь сейчас мы это все зашьем между этими нашими двумя строчками. Так, выдерживаем направление стежка и передвигаем наши пяльца. Сейчас мы вернемся, поменяв направление вот так стежка, как у нас было на первом нашем элементе. И доделаем эту работу немножко. Так. Всегда можно вернуться и доделать. Так, теперь мы вот так разъединим линией наши листочки. Так, теперь приступаем к выполнению веточек. Их мне тоже нравится делать вот так. На зигзаге и попутно. Так, ну давайте сначала веточку сделаем, а потом уже сделаем шипы. Так, вот поменяли направление и делаем вот такой шип. Так, теперь в другую сторону. И затем в сам стебелек мы пройдем зигзагом. Вот саму веточку. А сейчас идем к листику. Так, меняем направление. Так, теперь идем к листику. К нему также перейдем при помощи зигзага. Сделаем заодно вот эту веточку. Так. И приступаем. Делаем на четверочку наш зигзаг. Так, листик маленький. Ну вот вышьем его еще. Опять первый ряд контур. И мы повторяем его просто. Слегка меняем направление. Так, доделываем вторую сторону. Так, теперь будем его застрачивать, двигая наши пяльца. Не спешим, чтобы слишком толстый на стиле у нас не получался. Нам здесь особо толстяна не нужна. Этот листик маленький. Мы можем его сделать весь одного цвета. А можем вот одну часть сделать вот такую салатовую. Закатываю. А другую часть сделаем потемнее. Тем более у нас и нитка вот уже тут опять заканчивается. Сейчас делаем вот так несколько стежочков. Вот, и все. Нитку надо удалять. Я заправила более темную нитку. И сейчас мы закончим вышивку нашего вот этого листика. Так, вот наш листик готов. Сейчас еще немножечко мы его пройдем. Даже можно вот сделать теперь прямую строчку. А вот по этому рисунку мы так слескопражили эти проводы. Но по этому минуту. Что у нас случилось? Так, а случилась у нас авария. У нас порвался ремень. О как! Бывает. Но все, что я хотела показать, в принципе, я успела. Еще только пройду поверх вот этого стебелечка зигзагом. И наша картина будет готова. Я заменила ремень и доделала этот фрагментик работы. Вот стебельки уже отстрочены зигзагом. Листики довышила. Оттенила вот эти лепесточки темным цветом на бутончиках. Дошила вот у мака вот здесь основание. И шипы у нас подчеркнуты. Получились. На этом сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Пишите ваши комментарии, замечания, советы ваши с удовольствием выслушаю. Всего вам доброго. До новых встреч на канале. Ладно, да складно. Субтитры сделал DimaTorzok